Улыбайте немножко. Халяльные колбасы из Елабуги, туристический бизнес по канонам ислама из Саудовской Аравии дары природы уже по своей природе для мусульман с Крайнего Севера. Все это экспонаты халяльной выставки. Северный халяль, во-первых, это совершенно натуральное. То, что прорастает в дикой природе, особенно на Ямале, она экологически чистая. Во-вторых, здесь нет никаких химических добавок. Это выставка представлений не только продукции, но и образа жизни. Так здесь можно побывать в традиционном жилище северных народов и посмотреть их соседей, белых медведей. То, что халяль может быть таким всеобъемлющим, показали около сотни компаний. Развитие же этой индустрии стало одной из главных тем пленарного обсуждения. Его по традиции начали с молитвы. На плодотворные беседы всех собравшихся своим приветствием напутствовал Владимир Путин. Текст обращения зачитал Рустам Мениханов. Россия поддерживает усилия ваших стран, направленные на укрепление принципов справедливости, равенства и взаимной выгоды. Как рассказали собравшиеся бизнесмены и эксперты, сейчас халяльный образ жизни все больше в массы. Число мусульман растет, их уже больше миллиарда. Как отмечают, халяль это не только символ уважения традиций, но еще знак качества. Сейчас получить международную сертификацию халяль хотят более 40 предприятий Татарстана. Мы также должны стремиться соответствовать этим требованиям, этим традициям и той духовности, которой заложено и финансы. Исламские финансы и исламский банкинг стали второй центральной темой саммита. По мнению его участников, такой способ ведения бизнеса, где запрещены судные проценты и спекуляция, имеет хорошие перспективы. Но в нашей стране о нем пока мало знают. Татарстан же готов стать пилотным регионом страны для апробации этих методов. Идея наша создать вот такую площадку в России, пилот Татарстан, она полностью поддерживается. Мы в этом направлении должны более активно работать. И я не только уверен, я вижу, что то, что мы делаем, оно востребовано для нашей страны. Руслан Ильич, когда говорил сегодня о том, чтобы здесь была создана именно лаборатория для пилотирования продуктов и услуг исламского финансирования, мы, конечно, пойдем по этому пути. Сейчас различные пути сотрудничества с исламским миром российскому бизнесу все больше приносят прибыли. Как подсчитали, за время, что проводится Казан-саммит, товарооборот вырос на 20%, перевалив за 42 миллиарда долларов. Самоотверженные усилия руководства Татарстана позволили нам отмечать 10-ю годовщину плодотворного сотрудничества России и Организации исламского сотрудничества. Чтобы облегчить коммерческие контакты, нужно скоординировать работу наших органов власти с целью облегчить получение виз между Россией и странами ОИС. Высказывать предложения, делиться советами и искать партнеров на Казан-саммите будут еще два дня. Запланировано более 40 встреч и обсуждений. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.